МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала и я, Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почему Акимы сельских районов не соблюдают этику госслужащего? Грубое обращение с жителями села чуть не обернулось дисциплинарным наказанием для Акима Шишинкаринского сельского округа Бухожиравского района. Жители обратились в связи с тем, что Аким сельского округа грубо с ними обращается. То есть это тоже нарушение этического кодекса. Соответственно, после получения обращения мы возбудили дисциплинарное дело. Будут ли проданы с молотка футбольный клуб «Шахтер», хоккейная команда «Сарарка» и команда по футзалу «Тулпар». И на продаже игроков, и на выращивании своих спортсменов. То, что делается во всем мире. Представители МЧС Республики Беларусь и России прибыли в Казахстан для обмена опытом. Первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев в очередной раз с рабочей поездкой посетил Абайские и Щетские районы. Асулбек Дюсибаев посетил строящиеся объекты многофункционального жилого комплекса «Жануя-2» и микрорайона «Панель-Центр». Везде работа кипит. На стройплощадке «Жануя-2» работы почти завершены. Вид домов радует глаз. Застройщики уверены в качестве. Ошибки предыдущих 5-6-7 лет эксплуатации таких домов мы учли. Учли опыт наших коллег в России, опыт наших коллег в Белоруссии. И в данном жилом комплексе мы применили уже более совершенно инженерное решение. Данным микрорайоном мы сможем нормально гордиться. То есть это не первый наш дом. Но хотелось бы, чтобы это была наша такая самая знаковая визитная карточка в этом городе. С виду дома уже почти готовы. Пластиковые окна, свежая покраска стен. Не хватает лишь какого-то специального оформления. Аслабек Дюсебаев обсудил с подрядчиком внешний вид зданий. Их сдача запланирована на декабрь текущего года. Издалека-то она неплохо сходится, вот когда близко. Здесь каких-нибудь спортсменов изобразить. Можно, можно, да. Нам будет вид, даст. В микрорайоне «Панель-Центр» строительство идет полным ходом. Дома будут сданы в следующем году. Здесь построят 1128 квартир. Это в 10 раз превысит показатели прошлых лет. Вы уже один раз брали на себя взятие. Но вы их не выполнили. На строительство этих объектов государство не потратит ни копейки. Чиновники решили вопрос с помощью программы «Нурложол». Они привлекли средства акционерного общества «Байтирек Девелопмент». По итогам объезда первый заместитель Акима области поручил чиновникам сдавать ежегодно не менее тысячи квартир. Это позволит сократить количество нуждающихся в жилье очередников. А имам Джина Александр Сарикидзе – первый карагандинский. Аким Щеченкаринского сельского округа Бухажираусского района чуть не стал героем совета по этике. Жители села написали жалобу на него с обвинениями в грубом обращении. Но потом, помирившись, отозвали документ. Тем не менее, дисциплинарный совет провел небольшое расследование. В связи с примирением сторон дело закрыли. Случившееся должно стать уроком для остальных, говорят сотрудники антикоррупционной службы. Также на заседании рассмотрели дело в отношении сотрудников Казбекбийского отдела госдоходов, которые незаконно уволили своего коллегу. Совет по этике прекратил дело в отношении Акима, которого жители обвинили в хамстве. Зато сотрудникам налоговой Казбекбийского района досталось изрядно. Их уличили в ненадлежащем проведении служебного расследования в отношении своего коллеги, которого они уволили без основания и нарушив сроки. Виновники были вызваны на заседание. Однако, увидев прессу, в зал решился взойти только один госслужащий. Они, да, пришли, но, как вы сами заметили, ушли. Но это не означает, что они не будут наказаны. Султанов, скажем так, к работнику управления госдоходов в районах Казбекбия, обратился, что его незаконно уволили. Соответственно, конечно, мы возбудили дисциплинарное дело, проверили законность увольнения, и получилось, что действительно были нарушены требования действующего законодательства. Двоим чиновникам объявлены строгие выговоры, а остальным сделаны замечания. Уволенного сотрудника налоговой восстановят на прежнюю должность. Виновные сотрудники управления признали свою ошибку. Свою вину признаю, что упустили, не досмотрели, не выполнили свои служебные обязанности, возложенные нам приказами руководителя. Кроме того, на Совете по этике предоставили информацию о результатах проверки в сфере коррупционных рисков. По информации членов Совета, выявлены несовершенства в законодательных актах о правилах субсидирования малого и среднего бизнеса. В них не прописаны сроки оказания госуслуг. Также стало известно, что состав медкомиссии при военкоматах почти не обновляется из года в год. Данный факт способствует возможным коррупционным искушениям. Всем структурам были направлены около 40 письменных рекомендаций для устранения ошибок. Ая Мамрина, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С целью повышения предметной компетентности педагогов в Карагандинской области начала работу летняя школа. В рамках перехода на обновленное содержание образования свыше 500 педагогов будут совершенствовать свое профессиональное мастерство. Организатором выступило Управление образования Карагандинской области. Основная задача системы образования в Казахстане – это повышение качества образования. Главную роль в этом вопросе играют учителя. На сегодняшний день все усилия направлены именно на повышение квалификации и предметной компетенции педагогов. Программа летней школы работает на протяжении трех лет и с каждым разом набирает популярность. В этом году в связи с переходом на трехязычное образование программа летней школы немного изменилась, так как перед педагогами ставятся новые задачи. На базе учебно-методического центра проводятся летние школы для именно учителей-предметников, которые в будущем будут преподавать на английском языке – это физики, химики, биологи, информатики. Особое внимание мы, конечно, удивляем учителям преподавания казахского языка в русской школе и с этой целью порядка 200 педагогов пройдут обучение в летней школе в этом году. Это учителя казахский язык в русской школе. Учителя казахского языка в школах с русским языком и обучения пройдут курсы по программе уровневого обучения государственному языку по эффективным методикам. Курсы проведут лекторы КАЗНПУ имени Абая города Алматы и Каргу имени Букетова. Для учителей биологии, химии и физики пройдут уроки по методикам, разработанным в соответствии с лучшими мировыми практиками, которые проводят обученные тренеры Британского совета. По 700 педагогов проходят у нас именно на базе летней школы. Вообще, я хотела сказать, что в целом в этот летний период у нас порядка 4000 педагогов проходят обучение. Это на базе Орлео ЦПМ педагоги-предметники, которые будут работать по обновленному содержанию. И особый акцент – это учителя начальных классов, которые в этом году, 1 сентября, примут определенное количество первоклассников и будут их обучать по обновленному содержанию образования. Для повышения языкового уровня учителей английского языка, а также профессиональных навыков учителей информатики в сельских школах привлечены ведущие преподаватели карагандинских вузов и колледжей. Александр Кашевец приехал из поселка Сакаровка. Преподает английский язык в общеобразовательной средней школе номер 12, около 20 лет. Уверяет, что подобные мероприятия идут только на пользу, так как общаясь с другими учителями, узнает много нового, несмотря на свой опыт работы. В процессе работы, допустим, происходит то, что иногда не хватает нам общения с другими учителями английского языка на английском языке, потому что с детьми порой мы говорим более простые фразы. Поэтому очень здорово, когда мы собираемся все здесь на обсуждении, то есть проявляется интерес, и, кстати, повышается мотивация не только, допустим, мы должны повышать мотивацию учащихся, но мы сейчас здесь, на данном этапе, повышаем свою мотивацию. То есть мотивацию говорить на английском языке, это очень здорово. Допустим, даже какие-то признаем свои ошибки, может грамматить это в грамматике, ведь теперь в дальнейшем, даже придя в 1 сентября на работу, мы, как учителя английского языка, начнем работать по самообразованию своему, то есть в первую очередь самообразование учителя английского языка, подставить свою речь правильно, фонетическое произношение. Любой желающий преподаватель может пройти двухнедельные курсы. В программу обучения входят лекционные, практические занятия и тренинги. Педагогам из сельских школ предоставляется жилье на все время обучения. А сердце Замбаева, Телеген Рашидов Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. И противовзломную фурнитуру Фарнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Карагандинской области не на должном уровне развиваются национальные виды спорта. Данный факт подтвердила руководитель управления физической культурой, туризма и спорта Наталья Сухорокова на брифинге в службе центральных коммуникаций. Связано это с нехваткой финансирования. Сейчас в регионе также обделены конный спорт, биатлон и плавание. Любители этих видов вынуждены заниматься где придется. Ранее речь шла и о продаже нескольких клубов, таких как Сарарка, Шахтер и Тулпар. Будут ли в этом году проданы эти команды, выясняли наши корреспонденты. Футбольный клуб Шахтер, хоккейную команду Сарарка и команду по футзалу Тулпар все-таки решили не продавать. Ранее разговоры об этом вызывали много споров среди болельщиков. Команды несколько раз выставлялись на торги. По словам Натальи Сухороковой, клубы не настолько раскручены, поэтому купить их никто не решился. Приватизацию решили отложить до 2019 года. Чиновница не смогла точно ответить, как теперь сложится их судьба и будут ли выделены деньги на содержание команд. Клубы должны уметь зарабатывать деньги и на продаже игроков, и на выращивание своих спортсменов, то, что делается во всем мире. Караганда – первый город, который попытался продать с молотка спортивные клубы. Не блестят дела и в национальных видах спорта. Зачастую тренеры и спортсмены жалуются на отсутствие или нехватку тренировочных площадок. Например, по Казаккурисе. Но, несмотря на эти доводы, Наталья Сухорокова отчиталась перед прессой, что все хорошо. Также планируется строительство шести спортивных площадок с искусственным прокрытием, двух национальных хоккейных портов и четырех физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и районах области в течение года. На сегодняшний день за счет местного бюджета уже ведется строительство физкультурного комплекса в Улотаусском районе. Завершается строительство фокус плавательным бассейном в городе и районах, как вы знаете. По информации Натальи Сухороковой, спорт в области развивается с оговоркой. Если на одни клубы денег нет, то в некоторых районах строительство спортивных комплексов в полном разгаре. В регионе более трех тысяч спортивных секций и школ. В них занимаются порядка 400 тысяч человек. 1168 спортсменов вошли в национальную сборную по разным видам. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро собираются 12 человек. К другим новостям. Вас снимает скрытая камера. По всей Караганде установили видеонаблюдение. Теперь любое правонарушение не останется безнаказанным. Представители МЧС Республики Беларусь и Россия ознакомились с казахстанской системой безопасности и оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций. Следить за порядком сможет не только полиция, но и любой желающий. Прямая трансляция ведется онлайн. На сайте указаны контакты сотрудников полиции. Заметив нарушителей по камере наблюдения, можно без проблем связаться с правоохранительными органами. И в режиме онлайн квадрокоптер снимает, и мы все это отслеживаем в порядок проведения. В принципе, сегодня кристаллить в Белоруссии. Россияне увидели эти возможности, тоже множество такое. Там у нас находится группа тоже департамента, которая на месте проверяет ход учения. Ну и руководство здесь можно в режиме онлайн смотреть. Сотрудники ЧАЭС из России, Беларуси и Казахстана долго обсуждали важные проблемы. В частности, вопросы безопасности населения. Обучение и информирование при чрезвычайных ситуациях – одна из главных задач спасателей. Участники трехстороннего семинара обменивались мнениями и интересовались особенностями организации работы органов гражданской защиты. И, конечно, нам очень интересно увидеть, как организована эта работа в Казахстане. Также мы делимся своим опытом. И в том числе мы надеемся здесь у вас увидеть, как организована служба и как организованы вопросы, конечно, и ликвидации, но и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Иностранные делегации ознакомились с работой управления единой дежурно-диспетчерской службы. Честники обсудили вопросы, предупреждения и профилактики, связанные с пожарами, оповещение населения посредством СМС-рассылки, а также обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности через социальные сети. Очень большое количество людей сейчас в социальных сетях у нас находится. И не только у нас. Это, в принципе, мировая тенденция. Бывает, что и ложные сообщения проходят через социальные сети, на которые мы довольно-таки своевременно реагируем. А вот в этой связи мы пригласили наших коллег из Республики Беларусь, из Российской Федерации поделиться с нами, какой у них опыт есть. Я скажу, что вот буквально за эти два дня, которые уже семинар проходят, их опыт, в принципе, от нашего, по большому счету, сильно не отличается. Естественно, есть какие-то нюансы, свойственные территориальные принадлежности. Но есть, что применить для нас. И у наших коллег есть чему поучиться. Делегаты МЧС Российской Федерации и Республики Беларусь отметили, что главные вопросы в области обучения населения основам безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации через социальные сети идентичны практике их стран. Лариса Хусынова, Жексулык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Чтение – вот лучшее учение. Горожан вновь приглашают на летнюю площадку «Читай город». Чтение на открытом воздухе приятно и полезно. Вот уже четвертый год в Караганде проходит необычная акция, где абсолютно любой желающий может почитать любимую книгу. Это романы о любви, детективы, фантастика, детская литература и журналы. В фонде летнего «Читай города» каждый находит книгу по душе. Большое разнообразие романов о любви, детективы, фантастика, детская литература, журналы. Кроме того, жители города могут принести свои прочитанные книги в дар летнему читальному залу для открытого доступа. К столикам и лавочкам, где расположились интересные книги, приходят как молодежь, так и старшее поколение. Так, областная библиотека имени Николая Васильевича Гоголя стимулирует общественный интерес к чтению. «Читай город» расположен напротив областного управления образования в сквере около Вечного огня. Для наших читателей напоминаю, что наша акция проходит два раза в неделю. Это вторник, четверг. С 11 до 16 летний «Читай город» будет действовать в течение всего лета. Управление по защите прав потребителей по району Казбекби города Караганды обеспокоены эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям. Ведь впереди эпид-сезон роста острых кишечных инфекций. В целях недопущения критических ситуаций в районе с 8 июня по 8 июля проводится месячник по профилактике острых кишечных инфекций. Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в районе Казбекби города Караганды за пять месяцев в 2016 году расценивается как удовлетворительная. За текущий период не зарегистрировано особо опасных карантинных инфекций. В результате проведения прививок среди детей школьного возраста и подростков не было случаев паратита. Острые кишечные инфекции практически регистрируются в течение всего года. Но основная регистрация проходит в связи с погодным условием, с улучшением погодных условий, благоприятных условий. Это летний период года. К кишечным инфекциям относятся энтериты, салмонолез, дезинтерия, паратифы, брюшной тиф, паратифы. В районе проводятся масштабные профилактические мероприятия. Основная профилактика ОКИ – это санитарная работа. Она проводится среди медработников и населения. В программу входят семинары, круглые столы и лекции. Рост кишечных заболеваний наблюдается в летний период, так как эта среда более благоприятна для развития кишечных инфекций. Вот сейчас проводится месячник по профилактику острых кишечных инфекций. И поэтому в нашей поликлинике, поликлинике номер 3 города Караганды, был проведен семинар с медицинскими работниками, где мы озвучили лечение, профилактику, диагностику острых кишечных инфекций. По этому месяцу, также у нас сейчас на всех участках проводятся подворовые обходы. На подворовых обходах мы разъясняем населению, как должны мы предохраняться от острых кишечных инфекций, какие мероприятия должны проводить. Основными причинами возникновения ОКИ, как правило, являются нарушения технологии приготовления блюд, температурных режимах и условий транспортировки и хранения, а также несоблюдение личной гигиены. Если у вас появилось подозрение на инфекционное заражение, незамедлительно обращайтесь к врачу, нельзя заниматься самолечением. Сила и хрупкость, нежность и мужество. Для всего мира имена Ромео и Джульетта являются символом чистой и настоящей любви. В театре имени Сакена Сейфулина прошло закрытие театрального сезона премьерным спектаклем Ромео и Джульетта. В прошедшем сезоне жизнь актеров театра имени Сакена Сейфулина была активной и насыщенной. Многочисленные фестивали и награды. Поэтому работники сцены считают, что сезон был удачным. В этом году в рамках празднования двухсотлетия Татимбета артисты театра гастролировали в нескольких городах Турции, играли на турецком языке. Спектакль «Улы Арман», посвященный 550-летию казахского ханства, получил высокую оценку зрителей. На закрытие сезона решили поставить Ромео и Джульетту, так как эта пьеса «Вечная тема близка молодежи». Ромео и Джульетта – это мировая классика, получившая большую популярность среди молодежи. Решили играть именно эту пьесу, чтобы приобщить нашу молодежь к культуре. Ведь нужно знать не только культуру нашего народа, но и эталоны мировой культуры. Для актеров не составило труда учить текст и передать характер героев на сцене. Все было как вживую, громкие фразы, уверенные движения, настоящие эмоции. Маржана Нуар сыграла в пьесе роль мамы Джульетты. На сцене театра женщина играет 13 лет. Эта роль мне показалась очень легкой, так как моя героиня и я очень схожа характерами. Где-то была мягкая, где-то с пыльчим. Играть мне было легко, тем более, если все актеры – профессионалы. Все присутствующие получили заряд позитивной энергии, приятно поражаясь и наслаждаясь игрой актеров. Асер Сазамбаева, Жексулак, Нуртая, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова